Обычно на заседаниях в Думе журналисты сидят на этих местах и молча следят за обсуждениями депутатов. Но сегодня все изменилось. Представителям СМИ позволили на один час примерить на себя роль народных избранников, сесть за этот стол и принять участие в обсуждении ряда городских вопросов. Все очень серьезно. Повестка, необходимая для понимания вопроса, документы и материалы, председатель заседания и спикеры по темам. Чтобы высказаться, депутаты Думы созыва 6+, так окрестили наше журналистское собрание действующие народные избранники, как и положено по регламенту, поднимали руку. У каждого из присутствующих была своя сформированная позиция по каждому пункту. Сложность заключалась в том, чтобы абстрагироваться от личного восприятия и выступить именно в интересах горожан. На каждом из этапов обсуждения журналистам помогали настоящие депутаты. Если я сегодня в роли депутата все-таки процентов на 70 руководствовала с личным опытом, отношением, то меня все время они осаждали, говоря о том, что все-таки это мнение народа. То есть я увидела, что наши депутаты все-таки стоят на страже интересов людей. Вопросы в повестку заседания попали непростые. Обсуждали журналисты возможное закрытие заречных бани, судьбу бесплатных школьных завтраков. И оказалось, одно дело выпустить в СМИ материал на эти темы. И совсем другое – принять решение, которое учитывало бы и интересы избирателей, и возможности городского бюджета, и существующие нормы законодательства. При этом важно услышать друг друга. Точку в спорах традиционно ставило голосование. В итоге журналисты-депутаты большинством выступили за продажу заречных бань. 7 за, 3 против. И против отмены бесплатных школьных завтраков. 5 за, против 4 воздержалось двое. Мы получили, наверное, тот результат, который хотели. А именно, мы увидели свежий взгляд на известные проблемы. И я скажу, что очень многие мысли, они будут полезны, и они наверняка будут даже использованы в дальнейшей работе. Игра в народных избранников понравилась всем журналистам. Но мое личное ощущение, которое совпало с впечатлениями некоторых коллег, в депутатов действительно лучше лишь играть. Не такое уж это простое дело – решать судьбу города. Требует навыков, знаний, терпения. А еще это огромная ответственность. Так что мы с большим удовольствием уступили депутатские кресла их законным владельцам. Здесь я поняла, насколько это действительно тяжело, что нужно думать не только о нуждах жителей своего округа, но и, наверное, жителей в целом. И о том, что и бюджет страдает. В общем, вообще, я им не завидую и никогда не хочу стать депутатом. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.